ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И мы себе дали возможность, как бы, с запасом очки набрать, чтобы спокойно готовиться к Олимпийским играм. И сейчас, на данный момент, восьмерка сильнейших команд, они все сильные. И со всеми очень трудно. Тем более, команда Украины всегда с нами фехтовали на высшем уровне, и всегда у нас была сильная конкуренция. Поэтому, наверное, начало было такое, где-то не очень у нас уверенно, я думаю, у девочек в Украинах тоже было то же самое. То, что Ольга Харлан заканчивает последний бой в украинской команде, я этого, конечно, ожидала. Я готовилась, и я благодарна девочкам, что дали возможность все равно какого-то запаса в очках. И мне этого хватило, и было достаточно для нашей общей победы. Соня, последний укол остался за тобой. Каково это, вот, чувствовать ответственность за всех? Жутко, страшно. И переполняет чувства и эмоции за то, что хочешь помочь команде, и ты ответственен за них, за всех людей, которые работают с тобой круглый год, весь Олимпийский сезон. И много-много вообще людей взаимодействуют с нами. Поэтому это переполняет и положительные чувства, и в то же время где-то бывает, мы делаем ошибки на ровном месте из-за того, что волнуемся. Я безумно переживала. Для меня это было так страшно. Каждый удар, вот, как последний, и раз не получается, два не получается. Я поворачиваюсь к девочкам. Девочки мне говорят, Яна, спокойнее, успокойся. Ну, моя команда мне сказала, главное, ты нанеси свои пять ударов. Слава Богу, что у меня получилось хоть бы свои пять нанести, и все так хорошо сложилось для нашей команды. 21 и уже золото. Вот что ты испытываешь сейчас? Что, наконец-то, я тоже за своей командой чемпионка мира. Ура! Ура! 24. Спасибо! Я вас поздравляю. На самом деле, очень тяжелый день был по последней встрече вообще. Что было хорошо, что было плохо. Все было хорошо, мы выиграли. Победители не судят. Давайте анализ коротенький, интересный. Ну, вообще, сегодня такой, скажем так, тренировочный день получился перед Рио-де-Жанейро, можно сказать. И давление, и родной город, это дает много эмоционального напряжения, так же, как будет в Рио-де-Жанейро. И бои сегодня были, встречи сложные, и вся восьмерка, она сильнейшая. Поэтому мы очень рады, что преодолели все трудности и завоевали золото. Самая трудная встреча была с Украиной. Или еще что-то было сегодня тяжелое? Ну, у нас сегодня весь день складывался нелегко. То есть, сначала мы с Кореей не очень хорошо начали встречу с полячками, наверное, была еще неплохая встреча. Но и с украинками, естественно, было большое напряжение, как Соня уже сказала, потому что все надеялись. Мы очень сильно хотели. И нужно было просто сделать то, что мы умеем. Прошлый год с Минаи, да, остались без миндалей. Как-то вот это подействовало на сегодняшний настрой? Ну, конечно, у нас была удвоенная мотивация. Не только потому что дома, но и потому что хотелось подтвердить все-таки, что мы самые сильные. У нас получилось все хорошо, да? Ну, я считаю, да. Получилось вообще классно. И эмоции переполняют. Вообще бьют через край. Ян, дома фехтовать сложно? Или все-таки ответственность вот этого давит? Чувствовался? Нет, наверное, дома фехтовать хорошо, потому что все за тебя болеют. Поддержка, безусловно, была колоссальная. И она нам тоже давала силы и энергии. И это большой плюс для нас, что мы фехтовали дома. Все, всех поздравляю, девочки. Спасибо большое. Вы просто большие молодцы. Да, держите.